И здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на что-то типа новой карьеры, потому что у меня слетели все сейвы, как вы это всё давно знаете. Ну и я решил, а почему бы нам заново не начать карьеру, но только немного с другими приколами? И я решил, почему бы не поставить моды на 2020 год? Тем более у нас очень напряженная ситуация с одним вирусом, и в лучшем случае старт сезона будет в начале июня. Так что, в принципе, мы можем успеть проехать целый сезон F1 2020, ну и посмотрим, как вообще это будет. Но самое главное, что мы поедем в карьере за моего, конечно же, персонажа, хотя можно было бы проехать и за какого-нибудь реального пилота. Но я решил ехать именно карьеру. Карьера у нас будет за Хас, потому что я обязан, обязан доехать за эту команду, потому что я должен был доезжать прошлый сезон, который не закончился за Хас. Но у меня тут как бы неоконченные дела. Хотел я поехать либо за Макларен, либо за Рейсинг Пойнт, либо за Хас, либо, возможно, за Альфа Ромео. Но все-таки я решил из этих команд выбрать именно Хас, потому что там у меня есть, опять-таки повторюсь, незаконченные дела с одним делом, которое я хочу осуществить. Это выиграть как минимум одну гонку за Хас. Ну и выбрал в напарнике я Кевина Магнусена. Контракт у нас есть. И мы начнем новую историю, новую как бы карьеру, новую историю гонщика. Мы приходим из Формулы 2 и сразу же садимся в Хас. Я пропустила всю Формулу 2, то есть я как бы ее прошел, но сразу же, когда меня выпускали на трассу, я покидал сессию. Нас опять-таки встречает Гюнтер Штайнер и наш Карл, всеми любимый, который нам фейлит обновление. И самое удивительное то, что этот мод меняет всю одежду, то есть все комбинезоны, все вот эти вот рубашки, штаны, все это изменяется по 2020 год. И это прям выглядит очень-очень красиво. Ну и, конечно же, ливреи, которые выглядят тоже очень классно. И это все мы, конечно же, увидим в первой гонке в Австралии, которая в реальных формулы 1 не состоялась. Тут она, конечно же, состоится. Никакой, никакой отмены гран-при у нас не будет. Нас просто встречает Штайнер, Карл, Эмма, еще раз Эмма. Ну и Джефф, конечно же, с моим прогнозом погоды, где у нас на квалификацию сразу дождь. Короче, ладно, мы посмотрим, как все это у нас сложится именно в квале. У нас вот он Магнус, вы видите, какая одежда вот у нас как бы нормальная. Ну и, в принципе, по характеристикам мы на четвертой позиции. То есть, возможно, если мы сможем докачаться, мы даже титул можем взять, но это надо будет постараться. По обновлениям у нас страдает достаточно сильно аэродинамика. Ну и у нас сразу же есть 1600 ресурсов. Ну а мы уже переносимся на квалификацию. И под конец я поехал в первом сегменте зачем-то на две попытки. Два комплекта истратил, хотя я даже без первых спокойно бы выходил. Но так я еще больше улучшил время и прошел во второй сегмент с седьмой позиции. Ну и, в принципе, у нас в первом сегменте чуть не вылезал Себастьян Феттель. У нас первый Хэмильтон. У нас Батлер. Вот самое удивительное то, где у нас Вебер и Батлер. Батлер у нас такой негодяй едет за Red Bull. То есть за команду, которая может побеждать. А Вебер у нас едет за McLaren, который достаточно быстрый. Он, кстати, с этим модом на Ливреи выглядит прямо очень красиво. И он стоит на шасси Renault. Потому что, ну, это, короче, перекрашенное Renault. Во втором сегменте у нас сразу же уже пошел дождь. И я решил выехать сразу. И не прогадал. Я на пятой позиции закончил этот сегмент. Ну и мы переносимся на третий сегмент квалификации, где у нас была очень интересная погода. Потому что под самый-самый конец у нас заканчивался дождь. И вы видите, как у нас разрешают ДРС, как только я начал круг. То есть я поступил гипер правильно. То есть все выехали на вторую попытку на промежутках. И сразу же во время этого круга заезжают на пит обратно. А я продолжаю свой круг на софте. И да, я в первом секторе все еще проигрываю. Потому что да, еще скользко. Еще машина скользит. Не может ехать как раньше. Во втором секторе я терял прямо очень много. Я батлеру проиграл чуть ли не больше секунды. Но в третьем секторе, где много поворотов, где трасса уже подсохла. Там я должен просто отыграть очень-очень много времени. Что, в принципе, и должно произойти. Скоростные повороты, держака уже побольше. Я их могу проходить быстрее. Я пока что проигрываю 1.7. Но не хочу с этим мириться. Просто беру, еду, подрубаю ДРС. Из-за этого отыгрываю очень-очень много времени. Ну и, в принципе, пока же сейчас мы узнаем, на какой позиции я буду. Хас, кстати, дефолтный. Управляется, ну, не очень, конечно же. Но я подобрал очень хорошие настройки, которые позволяли мне ехать в быстрой и комфортной резину. Они не очень-то и сильно пожирают. Да, я тут прокатился практике. Ну и завершаю я свой крок на позиции под номером 2. Немного мне не хватило до полупозишна. Кстати, еще в этом моде изменена, как бы, логотип. Изменен логотип. Там не просто F1 на 1020 написано. Там F1 и, как бы, 70 лет написано. Ладно, и мы посмотрим на полную стартовую решетку, где у нас на первом ряду я, который второй, и на поле у нас Деван Батлер. Дальше у нас на Фьюис Шарли Клер и Вальтри Боттс, очень красивый у Феррари костюм. Дальше у нас Верстаппин, Норрис, Хэмильтон, Феттель, Вебер и Гас Лизомкая топ-десятку. У Ника Хюлькенберга изменена, как бы, рожа, можно так сказать, под Эстепана Укона. Ну и у нас есть Роберт Кубица, который едет с замененной рожей Николаса Латифи. Который, как бы, Латифи, но он, как бы, Кубица. Короче, ладно. У нас тактика софт-хард. Просто я немного долил топливо, потому что думал, что это слишком мало мне заправили топливо. Но потом оказалось, что в Австралии топливо расходуется прям очень-очень мало. Ну и отправился на стартовую решетку с плюс одним кругом топлива. И у нас Гас Матогни в первый раз в сезоне. Стартует сезон 2020 года, можно так сказать. У меня достаточно хороший старт. Да-да, я не смог пройти Батлера, но удержал позицию от Леклера, который уже борется с Вальтреболосом. Батлер понемногу начинает отъезжать, ну а я пытаюсь как-то за ним удержаться. Слипстрим работает на этой трассе очень-очень хорошо. И, к сожалению, кстати, я не смог поставить сюда мод на реалистичные повреждения, так как он конфликтовался с данным модом, и тогда пропадало большинство фич данного мода. Какие ж красивые у нас Макларены, опять-таки повторюсь. У нас прям Левреи выглядят очень-очень красиво. Ещё и Туророса, точнее Альфа Таури, выглядят достаточно классно. Ну и Хас, конечно же, беленький такой, красивенький, с красненьким прям очень сочетается. У нас Ботос с Леклером вели борьбу, где Ботос одержал победу. Ну и Леклера там уже преследует Макс Верстаппен. Ну а Батлер начинает понемногу отъезжать. Конечно же, на своих скиллах, которые ему приписали кодмассе, он просто должен выиграть титул на данном Рэдбуле. И даже учитывая то, что Рэдбул как-то, ну, не очень-то и быстр. Продолжаем первый круг. Я пытаюсь как-то всеми способами удержаться за ним. Расходую ЕРС, расходую топливо. Если с топливом тут напряжёнки нет, то ЕРС тут расходуется прям очень быстро. И я не могу себе позволить прям всегда держать четвёртый режим работы батарейки. Также ещё очень важно то, что Боты у нас стоят на сложности 105, и срезки у нас стоят строгие, да. Я решил поставить строгие срезки, чтобы к ним сразу же привыкать, чтобы не было такого, что я режу все повороты, и из-за этого отыгрываю очень много времени. Так что не будьте срезы каждого поворота, будут нормальные круги, надеюсь. Ну и я уже отстал на секунду от батлера, ну и позади уже Боттос достаточно близко. Ну и на втором круге, в начале третьего, Боттос пытается меня пройти. Решил я его пропустить вверх поворот, не стал я как-то лезть, пытаться как-то с ним бок о бок. Хотя я это сказал, и как бы, да, я с ним нету бок о бок. Короче, ладно, я это даже вырезать не буду, пусть будет так. Так, Боттос меня прошел из-за того, что я перетормозил, и я уже еду бок о бок с Ликлиром. Но все-таки из-за траектории, из-за внутренней траектории, я смог обронить свою третью позицию. Получил первое предупреждение за срез, и пропустил, собственно говоря, Боттоса, к сожалению. Ну и на пятом круге меня уже атакует Ликлир, потому что я выпал из зоны зареза относительно Вальтера Боттоса, к сожалению, и Ликлир меня просто легко проходит. Я думал как-то с ним тут посоперничать, попытаться подрубить все, что можно, и как-то его догнать. Но у меня снесло машину, плюс еще и позади Ферстаппин начал на меня нападать, и это все мне просто испортило. Макс меня сбил с траектории, из-за этого Ликлир немного отъехал, и все-таки после этого я никак не могу его пройти. Ну а впереди у нас Боттос догнал Батлера, не знаю как, но это произошло, и уже начал его обгонять. Но в этот момент у нас ходит Роберт Кубица, слэш Николас Латифи. Да, я что-то забыла, что у нас едет именно Латифи. Ладно, небольшое такое отступление. Короче, у нас ходит Латифи, который немного кубится, и из-за этого у нас появляется Сэфи Тикар. И это прям очень хорошо, потому что мы сейчас переобуваемся на Хард, едем до конца, разница в два круга по стратегии не очень-то существенна. Софт уже достаточно сильно износился, но самое главное то, что у нас дальше едет Боттос. То есть он чуть ли не единственный, кто не заехал на пит. И из-за питстопов, из-за того, что мимо Ликлира все проезжали, и его не могли выпустить, я отыграла эту позицию у Ликлира, и это прям мега круто, потому что я снова на третьей позиции. И передо мной еще Боттос, который не заезжал на пит. То есть я пока что теоретически на второй позиции, и впереди меня Баттлер, который лидер гонки. Рестарт у нас дают на девятом круге, начинаем мы десятый круг. Ну и я думаю, что сейчас я как напрямую Баттлера порву, подрубил все, что можно. И поначалу, кстати, это так и выглядело, потому что я к нему напрямую очень сильно подъезжал. Но в поворотах он прям слишком быстр, я не могу с ним соперничать. Также вот такие вот сносы случались, и это было прям мега печально. Ну и Баттлер уже с Боттосом начинали отъезжать, а я воюю с Ликлером. Ликлер меня пытается атаковать уже на одиннадцатом круге, но я не дам себя пройти так просто, потому что это подиумная позиция, надо бороться за все очки. Ну, это хас, собственно говоря. Ликлер пытается меня пройти уже по внутренней траектории, но это у него, слава богу, не проходит. И у нас только одиннадцатый круг из двадцати девяти. Это прям очень долго гонка тянулась, я не знаю, когда она уже закончится. Ну и на двенадцатом круге у нас сворачивает Вальдер Болс на пистоп, берет себе медиум и просто откатывается в самый конец пелотона. И для него гонка просто всрата, если, конечно, не будет еще одного софтекара. Ну, а Ликлер продолжает попытки атаки. Я выхожу уже на вторую позицию, но Ликлер пытается как-то ее забрать. И по внешней траектории он на этот раз пробовал меня в этом повороте пройти, но у него снова это не получилось. Ну и, в принципе, слава богу. Но случается инсульт поребрика, и я выезжаю за пределы трассы на траву, из-за этого я еду очень-очень медленно. Ну и, собственно говоря, Ликлер меня проходит, к сожалению. И я попадаюсь на третью позицию, подойду уже Льюис Хэмилтон. Пытался я как-то удержаться за Шарлем в ДРС, чтобы не пропустить вперед Льюиса. Я крылся прям очень сильно от Хэмилтона, потому что это как бы подиумная позиция, хочется заехать на подиум. Ну и, в принципе, думал сейчас, как пройду Ликлера, но я чуть-да не улетел в стену, использовал флэшбэк, конечно же, это все видно, но я пропустил Хэмилтона. Хоть за это, наверное, можно мне дать респект. Ладно, у нас на 15-м круге возникла борьба между Хэмилтоном и Ликлером. Этим я, конечно же, не мог не воспользоваться. У Ликлера плохой выход из скоростного правого поворота. Ну и я этим пользуюсь, с поздним торможением его прохожу и снова выхожу на позицию под номером 3, которая является подиумной. И все это время я сидел в зоне ДРС от Хэмилтона, но потом у нас возникают какие-то проблемы у Батлера, о которых инженер не говорил. Ну и я, конечно же, просто подрубив ДРС, все режимы смог его легко пройти с зоны ДРС. Ну и все, я вышел на вторую позицию. Батлер начал очень сильно медленно замедляться. Точнее, как? Он начал ехать прям очень медленно и собирать с собой группу уже из двух Феррари. То есть за Батлером уже висели и Феттель, и Ликлер. Также у нас сошел Ден Риккерда. Черная ренушка выглядит очень красиво. Ну и вот, собственно говоря, как Ликлер проходит Батлера без СМС регистрации. Батлер под конец прямой начал очень медленно ехать и Ликлер под ним торможением. Нападает на Батлера первый раз. Пока что это не очень хорошо у него проходит. Но все-таки на прямой у Ликлера будет мотор получше и уже Феттель начинает атаковать Батлера. Но все-таки Батлер смог удержать позицию уже хоть от Себастьяна Феттеля. Ну а на этом у нас гонка заканчивается и я завершаю ее на второй позиции за команду ХАЗ. Хэмилтон у нас в своем репертуаре на последнем круге ставят лучший круг на Харде, который очень сильно износился. Да, я тоже поставил лучший для себя круг на этом, собственно говоря, последнем круге на изношенном Харде. Но у меня была просто включена обогащенка, потому что из-за Сэфтикара было очень много у меня в запасе топлива и я не мог просто им не воспользоваться. На подиуме у нас третьем Шарли Клэрп доехал. У нас прям очень красиво смотрится костюм. Прям хочу увидеть Макларен на подиуме, потому что у них прям очень красивые комбинезоны. Во время стартовой решетки вы это могли видеть. Магнусен, к сожалению, не смог заехать в хорошие какие-то очки, как я. Но, в принципе, я довез целых 18 очков для команды и это достаточно хороший результат. Подиум у нас состоит из Льюиса Хэмилтона, меня, то есть Андрея Тарабукина и Шарля Леклира. Ну и, в принципе, по результатам гонки в четвертом у нас доехал Деван Батлер, который обязан был побеждать на этом гран-при, но какие-то инородные силы взяли и замедлили его. И из-за этого он даже подиум упустил и доехал на позицию под номером 4. Дальше у нас доехал Себастьян Феттель, Макс Верстаппель, Магнусен, к сожалению, у него только седьмой. У Хаса был тут огромный темп. Дальше у нас Кимера, Книнг, Вальтери, Ботос и Ника Хюлькемер, который как бы должен быть истопаном оконом. Ну и, в принципе, Вальтери у нас забрал лучший круг, потому что он ехал на стратегии софт-медиум вроде. Сейчас мы это все посмотрим. Ну и, наверное, он радуется тому, что он доехал хоть до позиции девятой. Хоть в очках доехал. Очень много контактов, у меня два превышения ограничения трассы. Ну и, в принципе, Ботос единственный, кто ехал на стратегии софт-медиум. И это не принесло никаких плодов. Он всего лишь до девятой. В личном счете все как по результатам этой гонки. А в кубке конструкторов у нас лидирует Мерседес. Дальше на три очка отстает Феррари. На четыре очка отстает Хас, то есть наша команда. Ну и вроде на восемь очков отстает Рэдбул. Дальше у нас Альфа Ромеор, но Вильямс, который не последний, а последний вроде вообще Альфа Таури. Я просто не успела посмотреть. Магнус, но я громлю просто по результатам, по этим очкам. И, в принципе, я должен выигрывать это сражение, напарников. Ну и скоро, надеюсь, мне дадут выбрать соперника. Я очень хочу выбрать кого-то из Макларонов. Ну и, в принципе, хорошая статистика с первой гонки у нас пошла. Вторая позиция на старте, вторая в гонке. Достаточно хорошие результаты для Хаса. И команда должна быть просто рада. Ну и по обновлениям я заказываю обновление износа устойчивости, потому что на этом этапе у нас ДВС износился уже на 13%. Заказал два обновления аэродинамики. Ну и напоследок заказал одно обновление двигателя. Берков я пока что никаких не брал. Решил посмотреть, как Карл нам привезет данное обновление. Надеюсь, все это доедет в Китай. Ну и, в принципе, у нас сила-вастную установку уже на 10% изношена. Она должна проехать, по идее 7 гонок как минимум. По результатам, в принципе, вы все видите перед своими глазами. Из кубков у меня только второе место. Уже второе место. Ну и, в принципе, на этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейц. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и, в принципе, что я еще должен сказать, кроме всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok